Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Это праздник касается всех, потому что все мы хотим, чтобы был порядок, безопасность и спокойствие. О специфике опасной и трудной службы будем говорить сегодня с исполняющим обязанности начальника управления МВД России по городе Самаре Вячеславом Хомских. Здравствуйте, Вячеслав Валерьевич. Добрый день. Во-первых, поздравляю вас с праздником, с вашим таким профессиональным, действительно, с тем, что вы отдали себя такой опасной и трудной службе. Мы об этом сегодня и будем говорить. Я хотела бы узнать сначала, по каким критериям и параметрам определяется эффективность вашей работы, с какими итогами вы подходите к такому дню? Хороший вопрос, Татьяна. Спасибо большое. Значит, на сегодняшний день мы основным критерием эффективности нашей работы считаем уровень доверия населения к нам и к нашей работе. Это вообще единственный, пожалуй, критерий, самый основной. Ну и в целях завоевать доверие граждан мы проводим огромный комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику преступлений, ну и, соответственно, на раскрытие преступлений. Значит, в целом за текущий год подразделениями управления МВД России по городу Самаре проделана огромная работа, по результатам которой мы считаем, что мы смогли не только удержать контроль за оперативной обстановке на обслуживаемой территории, но и значительно улучшить ее. Так, исходя из сухих цифр, у нас зарегистрировано в этом году 15 413 преступлений, что на 1346 преступлений меньше, практически на 10%. Значит, сократилась преступная активность в общественных местах на 572 факта, также спокойнее стало на улицах города Самара. Практически на 10% мы снизили уровень зарегистрированных преступлений, это в абсолютных цифрах на 4512. Но здесь ключевым фактором, я считаю, выступила огромная работа по выставлению дополнительных нарядов пеших на улице города, которую по прибытии в регион два года назад начал начальник главка генерал-лейтенант полиции Солодовников Сергей Александрович. И сегодня мы к этому уже все привыкли, хотя сначала было много обсуждений, надо-не надо, и даже вот как-то смотреть было интересно, непривычно, да, когда полицейский ходит с представителем ДНД, кажется, что это такое. Моментов спорных было много, система двигалась тяжело, но инициатива и энергия начальника главка вот сейчас позволила нам выстроить и совершенствовать эту систему, и по истечении двух лет, вот она сейчас дает значительные результаты. Мы видим... В том числе доверие, да, потому что когда мы видим на улицах полицейских в зоне прямой видимости, в зоне прямой видимости, гораздо спокойнее, и цифры говорят сами за себя. Плюс достаточно большое количество преступлений, раскрытых сотрудниками добровольных народных дружин, уличных, в том числе и тяжких преступлений, таких как грабежи. Вот эта огромная работа, проделанная всеми сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и полицией, позволила нам добиться таких показателей. По раскрытым грабежам у нас на сегодняшний день статистика выглядит 63,6% всех грабежей нами было раскрыто, а разбойных нападений 81% нами был раскрыт. Это является самыми лучшими показателями среди городов-миллионников Приволжского федерального округа. Да, ну это хорошо. Вот как раз вот это и демонстрирует эффективность работы. Ваш праздник профессиональный называется День работников органов внутренних дел. Что сюда входит вот в эту систему? Почему не День полиции, допустим? Полиция – это одно из направлений деятельности Министерства внутренних дел. Значит, сюда еще входит следствие, офицеры юстиции и офицеры внутренней службы. Тыловики, кадровики, штаб, финансовая служба. Понятно. Ну вот вы сказали следствие и очень большой интерес и население, и все жители как-то вот именно к следователям, к работе следователя с таким интересом относятся. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Интерес населения обоснован. Вообще следственная работа – это, конечно, апофеоз всей нашей деятельности правоохранительной, потому что участковые и оперативники раскрывают, ППС задерживает, документирует и направляет уголовные дела в суд для привлечения к уголовной ответственности. Все-таки следователь. Это тяжелейший, очень кропотливый труд, и поэтому отдать должное нашим следователям. В текущем году у них в производстве находилось 11 504 уголовных дела, из которых в суд с обвинительным заключением было направлено свыше 2000, на 260 дел уголовных больше, чем в прошлом году. Всего по 3000 эпизодов преступной деятельности к уголовной ответственности было привлечено 2346 лиц. Значит, кроме дел, ну, текущих простых, огромная, скажем так, работа была проделана по документированию организованной преступной деятельности. А что это? Как это звучит? Документирование организованной преступной деятельности. Что это за работа? Значит, следователями главного следственного управления, следственного управления МВД России по городу Самаре в текущем году в суд было направлено уголовное дело по статье 210 организации преступного сообщества в отношении так называемых черных риэлторов. 53 человека сейчас привлекаются к уголовной ответственности по 54 эпизодам преступной деятельности. В отношении граждан социально незащищенных категорий при сделках с недвижимостью осуществляются мошеннические действия. Значит, сейчас очень высокий интерес к этому уголовному делу в обществе. Нам даже пришлось культурный центр МВД под судебное заседание определять, потому что нет такого судебного, зала судебных заседаний в Самарской области, который бы вместил всех интересующихся и всех, кто привлекается к уголовной ответственности, соответственно, их адвокатов, потерпевших. Поэтому была проделана гигантская работа. Плюс к этому в суд было направлено уголовное дело по обвинению лиц цыганской национальности по созданию преступного сообщества в сфере торговли наркотиками. Тоже достаточно большое количество изъято наркотических веществ и дело сейчас находится на рассмотрении в суде. Вот вы сказали, что одной из самых главных задач органов сегодня является улучшить, увеличить доверие жителей, наших граждан. Как вы сами ощущаете, вот это доверие со стороны жителей, оно сегодня как отношение к органам, к сотрудникам полиции? Да, мне как лицо заинтересованному, безусловно, кажется, что все-таки отношение граждан к нам улучшается и улучшается значительно. Об этом свидетельствует и увеличение количества обращений граждан. Вы же знаете, что начальник главка Сергей Александрович Солодовников обращает, прям занимает, вернее, непримиримую позицию в сфере борьбы с алкоголизацией населения, в сфере борьбы с этими точками всевозможной продажи нелегального спиртного, нелегальной продажи спиртного. А это сейчас проблема очень серьезная для общества. И мне кажется, вот такая позиция начальника главного управления, она располагает к себе и в целом людей. Да, и плюс у него еще такой тренд сразу, как только он пришел на открытость информации, он сразу стал информировать людей о том, чем занимается полиция, какие дела раскрываются. И еще одна такая вот особенность руководителя вашего, это то, что он начал сотрудничать с общественными организациями. И вот именно вот это желание инициативу поощрять людей, тоже контролировать, помогать полиции, чтобы создавать такую хорошую обстановку спокойную в городе. Расскажите, вот как это сотрудничество проводится, с какими общественными организациями, какие из них сегодня показали свою эффективность, что у нас есть? Помимо ДНД, о котором мы уже рассказали, что вот они все ходят и демонстрируют, и вы привели цифры, которые эффективность подтверждают. Для нас инициативы начальника главка по работе вот с этими общественными объединениями были вообще, конечно, огромной новостью. Да, 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 и для нас тоже, для жизни, потому что раньше этого не было. До прибытия в регион начальника главка всего этого не было здесь. И с прибытием Солодовникова резко стали, мы стали привлекать, пожалуй, был переформирован вообще общественный совет, который участвует в нас. И сегодня новый руководитель, кстати. Да, новое руководство, да. Были сформированы общественные советы в территориальных органах. Значит, огромный объем работы мы сейчас проделываем. Вообще представители общественных советов, это, скажем так, мостик, даже широкий мост между нами, сотрудниками полиции и представителями общественности. То есть они имеют право без предупреждения, без специального разрешения заходить во все органы, во все здания системы МВТ. Полномочия есть, что самое главное. Очень серьезные полномочия и очень серьезные права у представителей общественного совета. Ну, соответственно, и достаточно серьезные обязательства перед гражданами, которые фактически делегировали их для контроля за нашей работой. И вот начальник главка, кроме этого, увидел новые формы и привез к нам в регион новые, несколько иные формы работы с общественностью. Кроме общественного совета, у нас создалась система народный контроль. Это, значит, общественная организация, которая вот именно совместно с полицейскими, с участковыми, как правило, осуществляет работу в сфере пресечения нелегальной торговли спиртного, незаконной торговли спиртного, как бы тоже достаточно большой объем. И статистические показатели неплохие у этой организации есть. Ну, стоит сказать, что по решениям судов, по материалам, собранным народным контролем, с участием представителя народного контроля, у нас было конфисковано свыше трех тонн контрафакта алкогольной продукции на сумму 575 тысяч рублей. То есть, представляете себе, сколько человек, и да... Ну, что уж тут говорить о ночном патруле, потому что я знаю, что даже самые водители боятся, уже наслышаны об этой организации, и не выезжают уже, говорят, ой, да ну этот ночной патруль, говорят, лучше я посижу дома и никуда не поеду. Ночной патруль тоже очень серьезная организация. Работают они совместно с ГИБДД, выявляют, инициативно выявляют лиц с пьяных, садящихся за руль. Да, 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 в интересном состоянии. Мы понимаем, что это несет очень серьезную общественную опасность, это правонарушение, да. И на сегодняшний день при участии сотрудников ночного патруля мы выявляем до 30 в месяц водителей, которые в состоянии алкогольного пьянения садятся за руль. Практически по одному в день, в среднем. То есть, это очень серьезные цифры. Да. И вот если продолжить тему отношения и доверия, и уважения к органам, вот такое неоднозначное к работникам ГИБДД, вот скажу открыто и прямо, что говорят, что вот это, вот стоят они ГАИ, вот чтобы штрафовать, останавливать и так далее. Вот только у них такие вот ущемляющие, значит, функции, вот лишь бы остановить до чего-то там, докопаться и все. Вот как у вас, вот человек, который к этой службе имеет, ну не ГИБДД, а вообще отношения, вот вы что можете сказать в этом отношении? Правильно такое вот? Есть в этом почве? Карательная функция. Да, да, да. Это не основа, это все-таки одна из функций. Основа это профилактика. Профилактика предотвращения, пресечения, правонарушения на дороге. Мы знаем о том, что правонарушения на дороге, как правило, влекут за собой очень и очень тяжкие последствия. Вот задача сотрудника ГИБДД в том, чтобы заставить нарушителей, коих у нас достаточно много, лихих парней за рулем, исполнять действующие правила дорожного движения. Не создавать угрозы другим участникам дорожного движения. На сегодняшний день мы стараемся минимизировать, скажем так, участие инспекторов на дороге. Большое количество у нас сейчас камер, которые работают в автоматическом режиме. Но кроме этого направления работы, есть еще и регистрационная деятельность ГИБДД. Вот здесь вот, кстати, много положительных отзывов об этом хочу сказать. Да, которая в свое время вызывала очень серьезные нарекания у населения, именно у населения. Но с введением электронных сервисов у нас появилась и электронная очередь, электронная запись на сдачу экзаменов. Сейчас в основном, с гордостью могу сказать, что мы в основном получаем положительные отзывы граждан о работе регистрационных подразделений ГИБДД. Поэтому сдвиги у нас в этом направлении значительно. Да, я, кстати, могу это подтвердить, потому что тоже, когда проходила регистрацию машины, потом даже пришла смс, оцените нашу работу. Я поставила 5 с легким сердцем, потому что действительно в течение 20-30 минут получила номера и была довольна и удивлена тем, что такие изменения произошли. Действительно, изменения происходят. Я хотела лично у вас поинтересоваться, Вячеслав Валерьевич, как вы пришли в эту службу? Вы представитель династии или вы первый в семье? Я первый в семье. Вот что определяет выбор? Идти работать раньше в органы, в милицию и так далее. Что это такое? Лично вас что подтолкнуло к такому? Романтика. Романтика, да. Некий сотрудник. На тот момент я хотел быть оперуполномоченным. Закончил Уфимский юридический институт на тот момент. В 92-м году пришел оперуполномоченным. Все это и вот дослужился до начальника полиции города. То есть вы все знаете, всю работу прошли, вот все эти ступени. Все ступенечки без пропусков. Для полицейского. А я хотела бы поговорить о работе участковых. Тоже неоднозначные отношения. Кто-то их знает, кто-то вообще не знает и не слышал. И вообще такая тоже служба, которая, можно сказать, и не видна. Ну, что не видна. Вот что сегодня, какая функция и роль отводится участковым, как они сотрудничают с населением, что меняется. И отношения, вот, чтобы их самих поощрять участковых. Потому что было время, когда и не шли в участковых. Говорят, зарплата маленькая. Вот, вот, ходи там, разбирайся по конфликтам и так далее. Вот что сегодня меняется? Вот именно в этом отношении направления. Я еще раз напомню слова начальника главного управления генерала-лейтенанта Солодовникова о том, что если вы не знаете своего участкового, значит, у вас все хорошо. А, ну, тоже можно и с этой стороны подойти. Да, 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 кстати. Поэтому работа участковых, это, он может быть действительно, это труд ежедневный, очень мелкий, кропотливый. Он не столь бросается в глаза, потому что они не ходят с палками по улицам. Но это те люди, которые приходят непосредственно к жителям, к гражданам, которые проживают на конкретном, в конкретном районе. Значит, и на сегодняшний день мы тоже видим значительное, скажем так, улучшение отношения граждан именно к князовому звену, вот это, к службе участковых. Здесь и количество обращений, здесь и количество рассмотренных обращений, здесь и количество благодарностей, с которыми обращаются граждане. Они ведь обращаются к нам не только с критикой, но и с благодарностями в адрес участковых. И практически по сравнению с прошлым годом у нас в пять раз увеличилось, значит, обращение с граждан с благодарностью в адрес участковых. Да, ну вот это тоже показатель эффективности работы на самом деле. Да, это очень трудная работа. Умение работать с людьми, навыки психологической работы с людьми, все это важно очень для участкового. Умение выслушать человека, умение неформально подойти к проблемам человека, проникнуться его горем, его болью и помочь. В первую очередь мы настраиваем участкового на то, чтобы человеку надо помочь. Ну здесь вот есть такая очень проблемная сфера взаимоотношений между супругами или даже не супругами, там сожителями, конфликтное, да. И вот чтобы разобраться, когда они могут привлекаться к ответственности, когда нет, вот в этом отношении. Там звонят соседи, шумят там вот сверху, там вот они ссорятся, кричат и может быть там дерутся. Приезжает или приходит участковый или полицейский говорит, ну это вот ваше там личное дело, вы тут не симпатичны друг к другу. Вот как эти потом, разруливаются вот эти ситуации, так скажем. Участковый все фиксирует, все документирует, опрашивает всех участников конфликта, соответственно, семейно-бытового и принимает одно из трех решений. Либо отказывает в возбуждении уголовного дела, либо направляет по территориальность, либо направляет материал, передает материал. Для возбуждения уголовного дела, в зависимости от квалификации действий участников конфликта. Здесь, безусловно, это... То есть обязательно все оформляется, не просто вот на словах, вот вы тут деретесь и деретесь? Все оформляется, все оформляется, все это документально, все эти обращения регистрируются. Сейчас, если обращение по телефону по 02, все эти речевые самописцы существуют, то есть укрыть это преступление сейчас, укрыть сообщение сейчас невозможно. Поэтому все регистрируется, все отслеживается. Вы хорошие очень цифры озвучивали по эффективности вашей работы, но время, мы живем в такое время, когда постоянно все меняется, и вот какие-то новые технологии входят в нашу жизнь. Я думаю, что преступники тоже не дремлют, и в этом отношении тоже развиваются какие-то новые формы преступности. И вот это поколение наше, которое уже пожилое, оно не успевает за этим следить, и вот именно это слабое звено, так скажем, часто попадает в такие вот преступные схемы, этими людьми пользуются, обворовывают и так дальше. Я хочу, чтобы вы обратили внимание горожан, прежде всего, на вот эти вот опасные моменты, изменение форм преступности, криминалитета. Сотовое мошенничество. Да, и сотовое мошенничество, может быть, и другое даже появилось. Сотовое мошенничество, электронное мошенничество – огромная проблема на сегодняшний день, очень сложная для расследования и раскрытия, очень сложная, потому что сайты преступников зарегистрированы за пределами Российской Федерации, они немедленно избавляются от их сайтов, регистрируют новые, поэтому то, что связано с продажей товаров или с приобретением товаров на Авито, надо быть крайне осторожным. То есть преступники завладевают, как правило, под предлогом перечисления аванса за продаваемый товар, завладевают данными карточки, после чего, и особенно если подключен мобильный банк, снимают все сбережения граждан с карточек, соответственно, перекидывают через несколько телефонных номеров на Киеве кошельки, а Киеве кошельки зарегистрированы уже за пределами Российской Федерации, поэтому надо быть крайне очень внимательным. Либо под предлогом, вторая схема действует – ваша карта заблокирована. То есть звонят преступники, говорят, ваша карта Сбербанка, мы представители службы безопасности, ваша карта по неизвестным нам причинам заблокирована. Для ее разблокировки мы сейчас вам сообщим цифры, вам придет СМС, вернее, вы нам сообщите четыре цифры, пришедшие к вам в СМС. Это код, получается, тоже самое, подключается. То есть ни в коем случае ничего сообщено? Ни в коем случае сотрудники Сберегательного банка не звонят, как правило, и не задают вопросы о ваших персональных данных. Да, они у них есть, наверное. Они у них есть, совершенно верно. Поэтому никаких переговоров по телефону о ваших персональных данных, о персональных данных вашей карточки ввести нельзя. Вот это такие два серьезных очень направления деятельности. Вот еще один вид мошенничества, о котором я наслышана, буквально сплошь и рядом. Приходят с какими-то водоочистительными конструкциями, приборами и также выманивают деньги. Причем они очень дешево стоят, а платят за них очень дорого. Вот это как-то разоблачено? Нет, потому что очень много было. Фильтры для воды и системы учета. Мы направили в суд четыре эпизода преступной деятельности данной группы. Но это не глобальная проблема. Не глобальная. Нет, это не серьезная проблема. Но по городу есть действительно информация, что так ходят. И очень много, наверное, людей, потому что нет, нет, вот ты слышишь об этом, что приходили, предлагали вот эти фильтры. Фильтрика нам говорит обратное. Для фильтров для воды у нас было зарегистрировано четыре таких обращения. Два человека у нас были установлены, как бы привлечены. Но опять же, это, наверное, тренд на открытость. Вот установили, рассказали об этом, да, и поэтому кажется, что очень много. А на самом деле эффект другой, чтобы предупреждать. Несколько иная проблема, которая достаточно серьезная у нас на сегодняшний день стоит, это под видом соцработников приходят пожилым людям. Тоже страшно, вот что страшно. Пожилые люди, они очень незащищенная такая категория. Соцработники, как правило, соцработники, или под иным предлогом, это может быть предлог, я от вашей дочери должна, вашей дочери пять тысяч, должна вашей дочери там две тысячи, три тысячи, проникают в квартиру, соответственно, предъявляют купюру там в пять тысяч, говорят, но я должна вашей дочери три тысячи, поэтому вы мне дайте сдачу, пожалуйста. Смотрят, куда пожилой человек лезет за деньгами, соответственно, после этого просят помыть баночки, потому что еще нальют мед или масло, и завладевают деньгами. Это достаточно серьезная проблема, мы ряд мошенников, действующих по подобной схеме, привлекли к уголовной ответственности, но очень легкие деньги находятся всегда желающие. Поэтому вот, как бы, к пожилым гражданам я хочу сейчас пользуясь случаем, обратиться, будь внимательным при приходе соцработников, у всех соцработников имеются телефоны, по ним сначала надо звонить предварительно, направлял кто-то соцработников в их адрес или нет. А вот если вообще говорить о видах преступлений, с негативной, так скажем, стороны, вот какой вид сегодня лидирует? Вот каких преступлений совершается больше? Вы ведь это тоже анализируете? Кража имущества и мошенничества. Вообще преступления имущественного характера занимают в общей структуре преступности 58%, то есть больше половины, и кражи и мошенничества, это основные виды преступлений, подавляющее преимущественно другими видами преступлений имеют. Может быть, нынешняя экономическая ситуация тоже вот этому способствует? Потому что не секрет, что мы все в кризисное время, во время экономического кризиса живем. Может быть, и такое тоже. Поэтому нужно особенно быть внимательным. Я хотела бы, возвращаясь к вашей профессии, узнать у вас, уточнить, каковы требования, есть ли вообще вакансии, насколько легко или сложно попасть на службу в органы, где можно научиться стать профессионалом. На службу в органы внутренних дел попасть очень легко. Легко? Потому что я слышала от молодого человека, который желал поступить, но что-то он там не прошел. И для него это оказалось очень сложным. Он говорит, ну, туда не попадешь. Что-то вот... На службу принимаются граждане Российской Федерации от 18 до 37 лет, имеющие соответствующий уровень образования и годные по состоянию здоровья. А с чего они начинают? Вот нужно... Вот первые шаги. Вот придет человек после армии, допустим, или нужно какое-то образование? Если человек приходит после армии, не имеет высшего образования, мы можем взять его на работу полицейским водителем, сотрудником полка патрульно-постовой службы для патрулирования улиц. Да. То есть есть с чего начинать, после чего, как любому сотруднику правоохранительных органов, ему гарантировано бесплатное образование в подучреждениях системы МВД Российской Федерации. Значит, у нас Самарскую... для Самарской области специалистов готовят Нижегородская и Волгоградская академии МВД и Казанские и Уфимские юридические институты. Молодым людям, желающим поступить в эти учебные вузы, необходимо обратиться по адресу Мориса Тереза, 12А, в отдел кадров управления МВД России по городу Самаре. Или на Соколова, 34, в управление кадров главного управления МВД по Самарской области. Да, но, опять же, граждане с административными нарушениями уже не смогут попасть. Есть ряд ограничений, наверное, вот что он имел в виду, потому что там есть все-таки... Привлекавшиеся значительное количество раз. Нужно, чтобы кристально честные люди все-таки приходили в службу. И раз уж мы говорим о вашей профессии, проходят ли конкурсы профессионального мастерства, как вы являются лучшие сотрудники, как они мотивируются? Потому что это очень важно, чтобы человека отмечали, может быть, награждали, премировали и так далее. Вот эта система есть, как вы вот... Мотивация сотрудника правоохранительных органов предусмотрена законом о полиции. Это и социальный пакет, и отпуск 40 суток. И ничего больше, только соцпакет и отпуск. А вот если, вот к дню ваших... Этого уже немало. А, такое отношение. Кроме этого, да, большое положение о прохождении службы, предусмотрено достаточно большое количество поощрений. Вот ваш профессиональный праздник. Будете награждать кого-то грамотами, да? Конечно, грамотами, благодарностью, грамотами, ценными призами, денежными поощрениями, снятием ранее наложенных взысканий. Система есть, да, отработана. Да, система большая, да, отработанная, она действует очень хорошо, и на все праздники профессиональные, в целом, по итогам работы, за определенный период, естественно, сотрудники поощряются. Да, а вот поощряются ли, или как строятся ваши взаимоотношения? Опять же, вернемся к общественному совету при главном управлении МВД России по Самарской области. Сегодня там новый руководитель. Какие цели ставятся перед этой организацией? И вы как-то с ними сталкиваетесь в работе или нет? Или вы так параллельно? Они сами по себе. Мы больше сталкиваемся с нашим общественным советом при управлении. А, вот как строится ваше сотрудничество? Они участвуют в работе наших совещаний, они дают оценку деятельности нашим сотрудникам. Значит, мы с ними советуемся при принятии наиболее важных решений по организации оперативно-профилактических мероприятий. Поэтому весь комплекс, предусмотренный законом об общественном совете, мы используем методов работы. Да, понятно. Ну, если вот перейти конкретно к вам, у нас более чем миллионный город, у вас очень большая ответственность. Хотела бы узнать, как строится ваш рабочий день. Сложно. Да, вот чтобы мы представляли. Потому что проследователи очень много показывают, как они приходят, сидят в кабинетах, куда-то выезжают на дела. А вот исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Самаре, вот это вот уже интересно было бы узнать. Раз уж у вас пользуются тем, чтобы вы пришли к нам сегодня в студию. Я начинаю в 7 утра с приема дежурства, у дежурной смены от работавшей сутки. Соответственно, где-то это занимает у меня порядка 45-50 минут выслушать дежурных, проинструктировать заступающую смену, принять доклады ответственного руководителя, который осуществлял руководство всеми дежурными частями города за эти сутки. После чего в 8 утра у меня начинается планерка с руководителями. В 8.15 видеоселектор проводит начальный главк генерал-лейтенант полиции Солодовников. Я ему докладываю о состоянии оперативной обстановки за дежурные сутки на обслуживаемой мной территории. Все руководители областных подразделений МВД России докладывают ему порядки очередности по установленной форме. После чего в 9 часов мы приступаем к основной твоей деятельности. Это раскрытие профилактика и раскрытие преступлений. А что главное в вашей работе? И с заявителями, и с руководителями, и с сотрудниками. Да, что тоже важно. Сотрудники, как говорится, тоже люди. И я хочу, чтобы вы поздравили своих коллег с таким праздником, вашим самым главным профессиональным. У вас буквально меньше минуты остается. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от себя лично и от лица всего управления, руководства управления, я хочу поздравить всех с этим праздником. Это большой светлый праздник. Особенно хочу поздравить ветеранов этой службы, пожелать здоровья, бодрости, духа. Хочу обратиться к вам с призывом быть рядом с нами, делиться своим профессиональными навыками, своим жизненным опытом с нами, готовить молодое поколение. А тем, кто сейчас на службе находится, хочу пожелать оперской удачи, всего самого доброго, здоровья и семейного благополучия. Очень важно в нашей работе знать, что дома все хорошо и что дома тебя ждут. Удачи вам, здоровья и благополучия. Спасибо большое. Спасибо большое. Этого же мы желаем и вам. Спасибо вам за вашу службу, за то, что вы делаете для города и горожан. Всего хорошего. С праздником еще раз. Спасибо и вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова